Вот что может заставить тысячи магнитогорцев в будний день и десятки тысяч в субботу и воскресенье устремить свои взоры и отправить свои тела и в машинах и пешком на улицу вокзальную? Правильно! Низкие, точнее самые низкие цены в городе. Умный народ наш не загонишь в сети ритейлеров. Народ наш имеет возможности и право выбора. И цены народ хочет пониже, и ассортимент поболее качества. И все это касается и детских игрушек в том числе. Конечно, сделать такие замечательные сюжеты про магазин игрушек Орион мог только тот человек, которому в детстве игрушек не хватало. Это Алексей Челейкин. Алексей Челейкин другого поколения сейчас в игрушках от Ориона купается. Потому что радует, я говорю. Потому что то, чего мне не хватало, я могу сейчас ему дать. И это хорошо. Но, конечно, каждый ребенок мечтает, вот в том числе, но это пока еще рановато. О большом количестве денег, на которые он может купить все. Но не все так быстро. Правильно? Для начала пускай мамы и папы придут сюда в Орион и купят что-нибудь хорошее. А мы сейчас расскажем, что думают мамы и папы о игрушках из Ориона. Наборчик правильный. Решили одним ударом и сразу на месяц затариться. Конечно. Сколько вам? Нам скоро 11 месяцев будет. Ну, барабанчик как раз самую тему. Да-да-да. Будем ходить, шуметь, соседей будить. Все правильно. Ну, справедливости ради скажем. Сезон игрушек начинается с сентября месяца. Потому что до этого дети как бы, ну, у бабушки, в саду, в яслях или в огороде. Или где-нибудь на природе. Естественно, к новому сезону Орион подготовился как нельзя более кстати. И здесь не разобрано. Начало августа. Вот это все новинки. Новинкой же сегодняшней передачи я назову замечательный триклокад. Ничего подобного в моей детстве. И в моем детстве, точнее, не было. Интересно, если я сейчас встал, я его раздавлю? Наверняка да. Хотя вот этот триклокад, это самое лучшее начало самокатирования каждого ребенка. Ну, а если нет желания кататься, то огромный ассортимент привезенных мотоциклов на электрической тяге. Вот только с дачи. Потому что сейчас встречаем свою внучку, которая приезжает с Турции в понедельник. И вот готовим подарок. Казалось бы, с Турции надо игрушки везти, а вы в Орионе покупаете? Нет, потому что здесь самый большой выбор. Мы были там, и гораздо лучше здесь выбор. И, в общем-то, приемлемые. И дешевле даже, чем в Турции? Приемлемые цены абсолютно здесь. Может быть, мои сюжеты посмотрит Михаил Задорнов. Так вот, я ему расскажу, что про язык, язык, которым владеет мой сын, звучит примерно так. М-бр-это все, что движется. Ду-ду-это музыка, компьютеры и все квадратные. Вот. Папа, мама, ну понятно, что это такое. Этому ребенку всего год и четыре месяца. Для ребенка, которому год и четыре месяца, я недавно приобрел замечательный грузовик. Но вот такого еще не было. Сегодня привезли супер-гиганты. То есть у него и кузов есть, и у него еще и покататься можно. То есть вот она. Новая техника, сделанная в Беларуси. Покажи. Хорошие здесь игрушки? Да, хорошие. Нам нравятся. Вы вот не одну игрушку взяли? Не одну. Мы выбираем. Он сам выбирает игрушки. У него, видите, рюкзак такой. И вот мы выбираем. А в каком возрасте молодой человек уже сам может выбрать? Ну, с двух лет. Он уже может самостоятельно. Вот я помню свое детство, тогда вот игрушки были дорогие. Их почти не было. Их почти не было, да. А сейчас, если молодой человек себе наберет, сколько хочет, вы по деньгам не поперете? Просто когда я захожу в большой магазин, который располагается в центре города, я начинаю немножко так, ну, мне-то волосы терять не получается, да? А вот другим родителям как? Да, тяжело. Там трудновато. А здесь? Здесь можно выбрать. Тут выбора очень много. И по цене. Цены вообще хорошие. Вот у вашего ребенка есть несколько возможностей легко заработать деньги. Самый простой способ – стать диджеем. Дело в том, что в музыке-то всего 7 нот. И комбинируя можно быть и покруче, чем Дэвид Гетто. Все остальное делает компьютер. И для начала синтезатор. Ну, не как у Дэвида Гетто за 25 тысяч долларов, а за 920 рублей. И раз тема у нас пошла все-таки ближе к школе. Специальный и огромный ассортимент досок. То есть, ну, элементарная магнитная конструкция. Пишите, и все это очень дешево. То есть, Орион более чем приготовился к школьному сезону 2012 года. Есть ли вот здесь в Орионе игрушки, которые можно ориентировать на детей до школьного возраста? Да, конечно. Есть развивающие игры здесь. У нас это все есть. Просто на день рождения ребенку хочется получить что-то для души. Не для того, чтобы развиваться. У вас внучка в два года уже любит мотоциклы? Да и только и внук из машины не вылазит. Ох. Другая внучка вообще только машину признает. Я их четверо. Наверняка до того, как приехать сюда, вы заходили в другие магазины? Да нет, сюда. Только сюда, без альтернативы? Без ничего, просто ехали. Я вот езжу сюда. И здесь все устраивает? Ну, здесь нормально показывает. Ну, в смысле, выбор большой. Можно что-то выбрать и подешевле, чем где-либо. И теперь даже свои недостатки признавать приятные. Да, есть такие же, как я. А есть и круче. Но я буду стремиться быть как лучшие родители. Да, на нас экономили. Да, тогда и не было того, что есть сейчас. Но, господи, да чего же приятно в возрасте попробовать то. И в этом-то большее счастье, чем в езде на кредитном автомобиле, который разрушает счастье, как и ипотека. Ну, куда деваться. Напрягаться нам придется. Но мы можем отдохнуть с детьми. И очень хорошо отдохнуть, если будем тратить разумно. Приезжая за игрушками, к примеру, в Орион. Оказывается, это недорого. Дать ребенку счастье. И это не шестизначные цифры, и это даже не трехзначные цифры. В пределах тысячи рублей вы покупаете много чего. И делаете постоянно, регулярно. И в итоге ребенок доволен. Так что Орион это то самое место, где за какие-то копейки продается счастье. А его так мало в нашей жизни.